Кремль так старался всем помочь и пустить пыль в глаза всему миру. Помогаем Китаю, Италии. В четверг стало известно, что услышан крик о помощи сербов. Хотя многие уже тогда призывали умерить пыл взаимопомощи и сконцентрироваться на своих проблемах. Ведь за пределами Москвы тоже пока есть жизнь. Масштаб проблем у нас уже сейчас больше, чем в Китае. Мы не готовы, ничего у нас нет. Помните, это то самое обращение анестезиолога-реаниматолога Калачевской центральной районной больницы, что в Волгоградской области, которое мы показывали в прошлой программе. Тогда Татьяна Ревва жаловалась на отсутствие защитной амуниции, антисептика, реактивов и таких необходимых аппаратов искусственной вентиляции легких. У нас два с половиной аппарата ИВЛ. А ведь еще недавно Россия отдавала Дефис, продавала аппараты искусственной вентиляции легких в США и пиарила по всем каналам свою помощь загнивающему Западу. Мы даже послали в США целый военный транспортник с необходимым медицинским оборудованием. США сейчас не в том положении, чтобы диктовать. Руслан, самый большой грузовой самолет в мире, везет туда оборудование в Америку. И это показывает, как какая-то супер-мега-гуманитарная помощь. Это отняли у наших врачей, а потом выясняется, что это еще и продали. То есть мы реально взяли и продали это оборудование. Но уже сегодня сам Дмитрий Песков признал нехватку в России аппаратов искусственной вентиляции легких. Тем временем анестезиолога-реаниматолога Татьяну Рева, которая с болью в сердце рассказывала о буднях провинциальных медиков, вызвали на допрос. Да, давление, уволить меня хотят, в полицию пишут. И они хотели, чтобы я подтвердила, в общем, свои слова, либо просто отказалась это делать. Я подтвердила каждое слово. Естественно, Кремлю никогда не были нужны подобные правдорубы, и особенно в такой сложный для власти период. Просто начнется какой-то естественный отбор, на самом деле, в этом городе и в этой реанимации. Ведь те ужасные предсказания, которые озвучила медик, не понравятся ни одному чиновнику. Особенно, если для своего народа он не сделал ровным счетом ничего. В отличие от других людей, которых за помощь своему народу скручивает полиция. Молодые люди, я до катастрофы не сдавал. Девочки, девочки, вы что делаете? Молодые люди, вы сейчас устраиваете катастрофу. Это неправомерное задержание Анастасии Васильевой, главы профсоюза медиков «Альянс врачей», произошло в Новгородской области, куда она привезла средства индивидуальной защиты местным медикам. Якобы за нарушение режима самоизоляции. Члены профсоюза говорят, что у них были необходимые справки и документы, подтверждающие, что они осуществляли свою профессиональную деятельность и имели полное право находиться в дороге. Стоит отметить, что еще по дороге «Альянс врачей» останавливали полицейские. И Анастасии пришлось записать видеообращение, в надежде привлечь всеобщее внимание к подобному беспределу. Обращаемся к президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Вот у вас, Владимир Владимирович, прекрасный импортный защитный костюм, а у медиков средства защиты индивидуальной вообще нет. Вот мы собрали деньги со всей страны. Вся Россия помогает нам привезти эти средства защиты в больницу. Но вот тут ваши подчиненные, ГИБДД, полиция нас остановила и не дают нам этого сделать. Но, как видим, ничего не помогло, и уже вечером лидера благотворительной организации скрутили и силой доставили в ОВД. Несмотря на задержание, самоотверженные участники профсоюза смогли передать двум местным больницам больше 500 респираторов, защитные комбинезоны, очки и перчатки. Ведь медик в РФ сегодня гол как сокол. Реально не хватает по вот этому мониторингу просто элементарных бахил, для того, чтобы наши госпитали смогли укомплектовать костюмы. Казалось бы, замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко признает проблему. Но за пониманием действительности следует череда предложений в стиле «сделай сам». Скажите мне, пожалуйста, в чем сложность нашить бахил? Посадите двух-трех санитарок, которые вам прострочат. Сейчас народ дома сидит, делать нечего. Интересно, а почему же вы такое итальянцам и сербам, например, не рассказывали? И сразу назревает другой вопрос. Сколько бахил должны шить эти бедные санитарки, если они, естественно, будут применяться единоразово, если не разлезутся на ногах в первый же час? Почему вы ждете манны небесной? Кто вам их привезет? Кстати говоря, по бахилам такая ситуация практически во всех госпиталях. Естественно, что при таком оснащении будут болеть врачи. Так уже в Москве из-за коронавируса была закрыта центральная поликлиника в Митина. Главврач поликлиники находится в больнице на аппарате искусственной вентиляции легких в крайне тяжелом состоянии. Также стало известно, что в Москве заразилась коронавирусом и главный врач городской клинической больницы номер 23 имени Давыдовского профессор Елена Васильева. Сейчас врачи проверяют на коронавирус больше 500 человек, контактировавших с ней. И новостей о заразившихся медиках по всей России все больше и больше. В Иркутской области коронавирусом заразились уже 6 медиков. По-прежнему не говорят в крупных больницах, вроде, например, Уфимской больницы. Вы, наверное, знаете, это громкая история, где очень много заразилось врачей. Они там сидят сейчас как в оккупированной территории и по-прежнему ничего не говорят. Важной проблемой я вижу отсутствие статистики по заболевшим медикам, по тяжести заболевания медикам, по тем больницам, из которых выбывают медики. Конечно, после того, как на карантин закрывают целые поликлиники и больницы, а из карет скорой помощи выстраивается огромная очередь на подъездах к госпиталю, становится действительно не по себе. Выезжаем из 19-й больничек. Только что сдали больную. 9 часов стояли. Но, кроме того, что медиков не хватает, в Липецкой области, в городе Ельце, закрывают местную станцию переливания крови. Вы же, по-другому, крови не хватает, узнай! Представители профсоюза Альянса врачей, которые приехали поддержать местных медиков и помешать закрытию, затолкали в бобик и увезли в отдел за нарушение самоизоляции. Данную территорию отказся покинут. Правие обжалости есть. А почему вы его забираете? Вы меня забираете? Позор! 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 Я иду, давай! Вы меня можете еще, знаете, понести? Давай, в чем? Снимай тебя! Давай, везите! Нас задержала полиция по совершенно надуманным предлогам. Несмотря на все документы и бумаги, предоставленные Альянсом врачей, полиция придумала, что можно нас задержать по закону о самоизоляции. Просто не верится, что в такой тяжелый момент борьбы со всемирной пандемией чиновниками РФ предпринимаются действия по закрытию станции переливания крови и увольнению медиков. У меня лично просто вот так уходит. Кстати, в стране идет пандемия. Вот в этой вот ситуации, когда идет, было пожелание президента никого не увольнять, не сокращать, не ликвидировать. Я почему? Медикам, медикам. А ведь одним карантином без медработников ковид-19 не победить. Тем более, что не все собираются этот карантин поддерживать. Это видео было снято 22 апреля этого года. Именно в этот день исполнилось 150 лет со дня рождения Владимира Ульянова Ленина. И, естественно, этот праздник в часы мировой пандемии члены партии КПРФ пропустить не могли. Запрещенное массовое сборище людей, транспаранты, цветы у мавзолея. И заметьте, никто никого не скручивает, как это делают с медиками из Альянса. Несмотря на сложную обстановку, мы сегодня вместе с нами пришли на главную площадь страны поклониться гению. Только уже когда цветы возложены, и Ленин может спать спокойно, полиция делает замечания и просит всех разойтись. И то, наверное, только потому, что на Красной площади снимать запрещено. Цель установлена, документы о том, они все предоставили. Ну, понятно. Сейчас я цветы возложу, предоставлю документы. Так что двойные стандарты работают в РФ повсеместно. А маразмов, как вы понимаете, хватит на всех. Тем более, что продуцируют их в самом Кремле. Дмитрий Песков рассказал, что купил себе блокатор вирусов. Это такой бейдж, который можно носить на пиджаке. Компания-производитель утверждает, что блокатор может справиться с инфекциями. Лучше обычных и дезинфицирующих веществ за счет твердого диоксида хлора в составе. Производители этого чуда бейджа уверяют, что аксессуар создает вокруг человека защитную ауру и уничтожает грибки, бактерии и вирусы. Фуфломицин – медицинское средство с недоказанной эффективностью. Уже так успели окрестить его медики. Но пресс-секретаря президента РФ научная точка зрения по воздействию хлора на здоровье человека не интересует. Как говорится, у страха глаза велики. Безусловно, это та проблема, которая вызывает серьезную озабоченность. Никаких масштабных проверок эта технология не проходила. А значит, использующие подобные бейджи действуют на свой страх и риск. Тем более, что при постоянном контакте с хлорсодержащими веществами человек может получить сильные побочные эффекты. Он реально купил нагрудный бейдж, который прогоняет вирусы. Это вот всякие жулики в Инстаграме рекламируют для старых полоумных бабушек и людей с тремя классами образования. Попался на кремлевские фейки ведущий Андрей Малахов. Защитные бейджи уже полным ходом продаются в аптеках и рекламируются в интернете. Друзья, начали спрашивать, что за пропуск у меня висит на шее. Это блокатор вирусов, действует на несколько метров. Также такие есть и для помещений. Очень сложно найти, практически невозможно. И пока Кремль ищет альтернативные методы защиты от COVID-19, медикам из провинции очень обидно, что о них правительство Айраф просто забыло. Просто когда показывают большие города, вот там-то то-то построили, там-то то-то построили. Почему никто в провинцию не едет? Ну почему вот хотя бы Тульская область, она не так далеко от Москвы. Почему бы не приехать и не посмотреть, как живут люди вот в таких городочках? Ну почему? Мы же люди тоже. И об этом уже скоро в России будут кричать все. Почему у нас кричат о том, чего на самом деле нет, но должно быть? И это говорят в центральных новостях. Вот как у нас все хорошо. Коммунарка, которую показали во всех новостях, как образцовую больницу, как витрину, к сожалению, только одна. И Москва это тоже, к сожалению, не вся Россия. Мы от Москвы живем 200 километров. Да, мы за 20-20-20. Вот. И мне интересно. А ничего, вообще о людях не заботятся. В борьбе с пандемией оголяется вся правда жизни и ее несправедливость. Люди ждут от Кремля поддержки. Но они уже показали свою доброту на весь мир, так что у себя дома можно не напрягаться. Медики РФ брошены на произвол, а вместе с ними, значит, и весь народ, который попросту некому будет спасать.